Мы очень неудачно начали игру, вообще провели первый тайм очень неудачно, не только в плане результата, где мы пропустили гол со стандарта, практически хватило ничего не создавал, но неудачно привели еще в плане движения, в плане принятия решения, мне это очень понравилось в действиях моих футболистов, в перерыве пришлось делать перестановки, поменяли схему игры, сыграли центрального защитника, перешли на схему 3-5-2, и второй тайм, конечно, мы провели, на мой взгляд, на абсолютно другом уровне, более качественно, голы забили хорошие, вообще игра сложилась в втором тайме для нас, конечно, очень-очень успешно, Ну и, то же признать, может быть, и повлиял тот разговор, который состоялся в перерыве с ребятами, ну, очень важно сейчас взять три очка, еще хотел бы пользоваться таким случаем, зная Павла Пантелеевича, Гусева пожелать ему, его команде, я уже об этом говорил, вылезти из того состояния, в котором находится сейчас команда, у нее часть турнирной таблицы, я понимаю, это непросто, но все-таки такой город, Воронеж, такая команда, с такими амбициями, традициями, с такими болельщиками, конечно, заслуживает гораздо-гораздо большего, но, так, если отклоняясь от темы, конечно, здесь нужна заинтересованность местных властей, вот я и хочу пожелать, чтобы Факел все-таки был в числе лучших команд, не только в первой лиге, но и в будущем вернуться в элиту российского футбола. Вы работали с «Арсеналом», снова пришли, чем турниры отличаются? Тот же уровень команд остался, как вы его помните, или что-то измеется? Я думаю, что, если так в среднем брать, то, что было, то и осталось. Таких значительных изменений, я сейчас говорю, не заметил. Пожалуйста, еще вопросы. Дмитрий Анатольевич, вы с «Арсеналом», продолжаете вопрос, сразу смогли выйти в Премьер-Лигу, сейчас уверенно, лично своими именами называю, ведете Енисей в Премьер-Лигу. Не опасайтесь, что за вами может закрепиться амплата такого тренера выводящего команды? Тренер Лиги. Я как-то об этом, честно говоря, не задумываюсь. Главное самое, чтобы решали те задачи, которые стоит перед нами руководство. Я вообще сам максималист по жизни и футболистом был, максимальные цели ставил. В тренерском плане тоже, конечно, стараюсь быть максималистом. Что-то получается, конечно, некоторые вещи не получаются, но это приходит, конечно, с опытом. Поэтому я бы не стал называть себя тем тренером, который меня назвали. В любом случае, прикладываю максимальные усилия для того, чтобы о Енисее говорили, чтобы Енисей играл с каждого лучше, чтобы Енисей показывал интересный результатив футбол для болельщиков, в первую очередь, конечно, нашей команды. Ну, хотелось бы, конечно, поскольку задача, вы знаете, какая у нас, то я хотел бы, чтобы Енисей попал в свои силы в первую жизнь в Кремьер-Лиге. Спасибо. У меня, Андреич, а проблемы какие-то сейчас в Красноярске видимые есть? Или вот как бы все по плану сейчас идет такое впечатление, что все гладко и все хорошо? Или вы что-то настораживаете все-таки? Да, вы знаете, у нас идет реконструкция со стадиона главного, который закрыли, да, играем в Манеже. Ну, я бы, честно говоря, вот я общаюсь с коллегами, которые приезжали в Красноярск на игру. В принципе, никакого дискомфорта нет. Может быть, все-таки, наверное, хотелось бы, чтобы мы играли на натуральном поле, на хорошем стадионе. Может быть, в этом есть некий такой негатив. Да, в принципе, в плане других организационных дел, я думаю, что в Красноярск, наверное, входит, наверное, в одну из этих команд. По организации, по финансированию в этом плане в Красноярске все хорошо. Своему, так сказать, преемнику, Масину Хары, что-нибудь пожелали бы, но все равно смотрите Спартаков на рынок. Смотрю. Советов много можно надавать, но я думаю, наверное, в первую очередь, наверное, им надо запас от терпения, потому что он должен прекрасно понимать, что удержаться на первом месте, может быть, или так можно справиться, как повторить тот успех, который был в прошлом году гораздо тяжелее, чем задавать первое место. Я думаю, что Максим это понимает. И просто не хотелось бы, чтобы в Спартаке какие-то, после такого же атака, который сейчас есть, на данный момент у Спартака, какое-то было недопонимание, может быть, между руководством и главным тренером. Может быть, какие-то конфликты случались бы в команде. Ни в коем случае этого не допускать нельзя. Я думаю, Максим с этим разберется, тем более на сугре чемпионов. Пожалуйста, еще вопрос. Игорь Антонович, задача в чемпионате понятна, а какая статья задача унесет Кубка России? Она банальная, пройти как можно дальше. Вы будете основной состав представить? Знаете, вы задаете такой вопрос, я не люблю вообще слово «основной» либо «запасной». Есть другие, которые получают меньше игрового времени. Ваше понимание – это «неразопасные». В моем понимании – это те, кто меньше играл, получал, как я уже сказал, игровой практики. Поэтому, конечно же, может быть, учитывая то, что при этой командной премьерой лиги, конечно же, может быть, будет ротация, но она будет незначительная. Тем более, после Кубка у нас сразу же такая, в общем, значимая игра в чемпионате, пусть и прорисает. Так уже адаптируйтесь, все-таки к Красноярску будет, часовой поезд, перелет, как… Да, сейчас уже… Набираясь, наверное, опыта, как с этим… Ну, первое время тяжело было, наверное, первые две недели, может, три недели. Потом все-таки уже так привыкаешь даже к часовому поезду и к самолетам. Я с Андреем Тихоновым разговаривал, он говорил, что… Ну, тяжело ему было, он говорит, первое время потерпел, а потом войдешь в тонус такой. То есть, в принципе, сейчас уже никаких проблем. То есть, задолбаю, конечно, у вас вопросом про багажи всякие, но все-таки… Багаж Тихонов ощущается. Сейчас вот… Судяюсь, Костяк есть команды. В принципе, я уже неоднократно… Я уже неоднократно говорил, что согласен Костяк остался. Никаких глобальных изменений я не собираюсь делать. И та философия, которую Андрей прививал в том году этой команде, в принципе, я придерживаюсь такой же философии. Потому что Андрей – это, в принципе, единомышленники в футбольном понимании. Поэтому практически то, что Андрей прививал этой команде, я, в принципе, и как бы продолжаю начать им дело. Ну так, по содержанию два немножко разных. Вот, мягко сказано, два разных тайма сыграли. Хочу поздравить команду «Енисея» с победой. И персонально Дмитрий Анатольевич, который я уважал очень как футболиста, как тренера. Команда «Енисея» мы прекрасно понимали, что объективно она выше классом наш, выше в организации, лучше в организации игры. В этом составе квалифицированы очень. Игроки с хорошо поставленной игрой. Сильные пузыри этой команды – это перевод мяча во фланг и нацеленные передачи в штрафную площадь. И за счет габаритных, ну второй тайм, так и произошло, когда вышел Кутин габаритные два форварда, Кутин и Козлов особенно. Мы предупреждали об этом ребят, показывали, они знали сильные стороны этой команды. План на игру был сыграть очень строго во Воронье, перекрыть зоны, вот именно зоны, фланги перекрыть, чтобы лишить возможности делать национальную передачу сюда в центр штрафной площади. Если по первому тайму практически безукоризненно, ну за исключением некоторых шероховатостей, план этот выдерживался, то второй тайм, я об этом сказать не могу, все три мячи были забиты центральной зоной после фланговых передач, два после фланговых передач, один после стандартного положения. Потеря концентрации, потеря концентрации в игре с конкретным игроком, были задания даны каждому игроку, ответственные от зоны, к великому сожалению, вот эти моменты, потеря концентрации. Естественно, класс игроков команды Енисей привели к такому результату по отношению, по настрою, по отдаче. Претензий нет, но есть объективный показатель, это уровень класса игроков. В общем, класс игроков и поставленная игра команды Енисей, сыгранная, опытные игроки. Она в конечном счете сказалась на результате матча. Папа Владимирович, в первом тайме Енисей играл в контроль и, видимо, сыроватая пока немножко команда против Тихонова. Для Оренчева в контроль ничего не получилось, Папа Владимирович забил мяч. Во втором тайме два столба играли и трое наших защитников, Курилов, Осипенко и Хайманов отчасти проиграли начисто борьбу. Вы не были готовы, что они так, вот эта перестройка для Оренчева очевидна была, что максимально упростить игру, вы к этому были? Что они сделали, мы готовились к этому, мы готовились к этому, если вы видите, но я бы не сказал, что сыровата команда. Команда очень хорошего уровня и с почерком, со своим. Тихонские легкости нет. Они используют лучшее качество игроков. То, что в первом тайме очень строго мы играли, перекрыв, уплотнил игру, две линии, две по пять выстроились, мы уплотнили игру. И в позиционной атаке они практически, назовите мне хоть один момент в первом тайме, ни одного момента повели в счете. И мы, понятно, что у нас, за счет чего мы могли при такой схеме положительного результата добиться? Быстрая атака и стандарты. У нас был стандарт забили и предпосылки были в быстрой атаке. И в первом, и особенно во втором тайме много все. Но уровень исполнения, исполнительского мастерства наших игроков оказался объективно намного ниже, чем у них. И то, что мы проиграли центральную зону, вне всякого сомнения. Мячи забивались, подача с фланга, игра на опережение, а у нас центральные защитники находятся в статическом положении. Недопустимая вещь совершенно. Элементарно, на опережение Козлов забивал первый мяч, стандарт, второй, то есть третий, скидка. И в центральной зоне вообще никого не оказалось. Может быть, Мичуринкова, от которого проб впереди нет никакого? Ну, я бы не сказал, что проб. Но мы сейчас сейчас так ярлыков на всех навешиваем. И в проб, и вне проб. Получают каждое задание. И Мичуринка, выходя на пол, при стандартных положениях, он должен был играть с игроком. При стандартных положениях. Но стандарта у нас угловой один был. С углового мы его пропустили. А два мы пропустили с фланговой передачи. Дали возможность сделать нацеленную передачу. А при фланговой передаче и при таких габаритных таранного типа двух нападающих, во втором тайме Кутин и Козлов, таких вещей нельзя. Нужно было отсечь, чтобы не приходила туда передача. И до конца играть все. Не очень плотно сыграли в первом эпизоде у Козлов. Но надо смотреть, однозначно, в центральной зоне, при трех центральных защитниках, таких вещей быть не должно. Тем более, ведя в счете, нужно было где-то упрощать игру. Сегодня в стартовом составе факела вышло 7 номинальных защитников. Это связано, связано. То есть это участь наша такая теперь? Это участь наша была в конкретной игре с командой Енисей, у которой сильные фланги Камеш, и в первом тайме Сардеров играл, сильные фланги, которые вскрываются фланги и делают передачи. С учетом этого было принято решение закрыть фланги за счет игроков, которые более сильно играют в оборонительном плане. Два крайних полузащитника, и Шумейка, и Шарифи, игроки, ну Шарифи в меньшей степени, но он играл крайнего защитника, а Шумейка крайний защитник. И здесь задача была, вот именно за счет этих фланговых игроков, закрыть, перекрыть фланги. И все это работало, все это работало. Второй тайм, вы видели сами все. А у второго тайм, по-разному, здесь не было согласно вообще автобус поставить, чтобы действовать защитник такой привык? Мне сложно отвечать на этот вопрос. Мы играли, мы играли, вы видели игру? Мы и так играли от обороны. Мы понимали прекрасно, что если мы откроемся, за счет более высокого исполнительского мастерства, они бы имели еще большее преимущество. Еще большее преимущество. Вышел во втором тайме скоростной Саркисов. Да и только зоны им все. И тогда проблемы были. Не случайно же они все 5-4 забивают на выезде. Мы играли, первый тайм план выдерживался. Второй тайм, еще раз повторяю, потеря концентрации внимания в центральной зоне привела к взятию ворот. Еще вопрос. Как вы делаете, сложившиеся турнирные ситуации, кубок, это плюс для того, чтобы команда сыгралась, либо наоборот, минус? Скажите, вам интересно будет смотреть команду премьер-лиги? Интересно. А как вы считаете, зрителям интересно? Конечно. Это в плюс, да, команда сыграется, где-то здесь можно и ротацию состава как-то сделать. Но это праздник. В нашей жизни не так много праздников, да? И мы все делали для того, чтобы для болельщиков наших был праздник. Как были до этого два года, да? Когда практически то, что разрешено для посещения, я не беру второй ярус, практически заполненный стадион. 20 тысяч на играх, когда участникам праздник. Вот мы хотели для болельщиков сделать праздник. Мы его сделали. Как сложится игра, это вопрос второй. Но, опять же, эта сыгранность, это естественно. Естественно. Вы видите, что ребята, нестабильность, молодость, нестабильность. Команд пришли ребята с команд второй лиги. Это другой уровень. Другое исполнительское мастерство. Другое мышление. Им нужно немножко хотя бы, хотя бы, хотя бы войти в ритм. Я понимаю, что, я говорил, что 10 туров, 10 туров прошло. Но мы работаем, мы стремимся. И мы будем все делать для того, чтобы достойно выступать. Потому что то, что имеем на сегодняшний день, имеем, будем внутренние резервы искать и бороться. Павел Павлович, вы, наверное, общаетесь с Ириней Михайловичем или нет предпосылок, что все-таки до конца трансферного периода окна удастся раскладиться и мало надежды вообще? Осталось три дня до закрытия, четыре дня до закрытия трансферного окна. Начнется новая рабочая неделя, может что-то изменится. Пока у нас закрыта трансферная окна. Есть еще вопросы? Павел Антон Теевич, ну, во-первых, огромное спасибо от лица болельщиков. Три одной шестнадцатой за четыре года, это прям праздник. Потому что раньше такого не было. Спасибо, что не бросаете, не окладываете кубок на второй план. Три матча за неделю. На второй тайм именно все-таки Енисей прибавил? Или у ребят силы концентрации не хватило? Да, естественно, что сильно Енисей прибавил. Сильно Енисей прибавил. Все. Ну и я не скажу, что физически команда стала. Мы пытались, мы боролись. И выходы были, допустим, и там скоростные атаки. Но они не совсем логично заканчиваются. Потому что решение, которое игроки принимали, допустим, фланговый игрок, убегая в отрыв, и группа игроков на завершение идет. Вместо того, чтобы в пространство сюда, в штрафную площадь, делать передачу под себя, все останавливается. Все-таки это уровень мышления на сегодняшний день. Будем работать, будем исправлять все. То есть физически команда готова? Ну, вы видели, что... Да, да, просто уровень заканчивается. Ну, конечно, конечно. Ну, объективно нужно признать, что классом выше команда. И намного выше. Намного выше. Исполнители все. Можно любую схему предлагать. Любую. Ну, все зависит от уровня исполнителей. Вот момент в конце игры, да. Конечно, уже практически там... Ну, там еще дополнительное время было, да. Ну, как можно не забить было? Я не помню. Практически пустые ворота. 3-2 какой-то еще шанс. Ну, это сославительное наклонение все. Благодарен ребятам за то, что они старались, хотели. И план, я еще раз повторяю, по первому тайму он работал. Ну, не хватает где-то опыта, где-то концентрацию теряем. А команды, классная команда, они не прощают таких ошибок.